А в Киеве сегодня самый обсуждаемый вопрос. Но с чем связана пауза, неожиданно взятая Порошенко, который собирался еще в воскресенье объявить о распуске Верховной Рады. Президент Украины, который еще совсем недавно был полон желания сформировать подконтрольную себе правящую коалицию в парламенте, теперь, видимо, уже не настолько сильно уверен в успехе своего плана. О том, с чем связаны опасения Порошенко, репортаж нашего САПКОРа в Киеве Александра Балецкого. Указ о распуске Верховной Рады, о котором, как ожидалось, президент Порошенко торжественно объявит прямо со сцены Майдана, в День независимости на сайте президентской администрации не появился ни в воскресенье, ни сегодня. Хотя, отведенный на это по закону срок уже подошел, Порошенко тянет. Возможно, потому что понимает в новом парламенте, создать вокруг себя новую коалицию у него может уже и не получиться. Палки в колеса пропрезидентской команды могут поставить даже нерегионалы, отколовшиеся от них депутатские группы Юлия Тимошенко, занявшая настолько выжидательную позицию, что в Киеве уже начали сомневаться, на Украине ли она. Даже в День независимости бывшая арестантка и королева Оранжевого Майдана в народ не пошла, ограничившись письменным поздравлением на партийном сайте, где в числе руководителей хоть и указаны, Яценюк и Турчинов, все больше знакомых с подковерной политикой экспертов, утверждают, что с ними Тимошенко уже не по пути и в Батькивщине раскол. Юлия Владимировна была очень недовольна поведением Яценюка Турчинова-Пашинского во время президентских парламентских выборов. Она рассчитывала, что ей будет оказана поддержка со стороны временной власти, административной в том числе. Такая поддержка оказана не была, в том числе под давлением Байдена. На сегодняшний день она пытается усиливать и переформатировать Батькивщину, а очевидно в ходе выборов начнет выступать как оппозиция. Предположения об обновлении Тимошенко своей команды сегодня подтвердились депутату Москалю. Позвонили из штаба Батькивщины и сообщили, на закрытом заседании из партии его исключили. Как потом заявили официально, за нарушение партийной дисциплины на президентских выборах агитировал не за того. Думаю, основная причина в том, что я имел собственное мнение о процессах, которые происходят в государстве, и критиковал тех выдвиженцев Батькивщины, в которых партия ошиблась. Отмечу, не я ошибся, а именно партия. Поэтому с сегодняшнего дня я полностью деполитизирован, департизирован и беспартийный маленький украинец, с чем себя и поздравляю. Позиция Москалей, правда, часто расходилась и с партийной, и с официальной киевской. Как глава комиссии Верховной Рады по расследованию снайперских расстрелов на Майдане, депутат обвинил близкого к Тимошенко главу МВД Авакова. В некомпетентности, обязательные баллистические экспертизы не были проведены, и затягивание расследования. А в итоге и вовсе предположил, стрелять по манифестантам могли не милиционеры, а неконтролируемые Майданом активисты. Что для вождей революции выглядело совсем уж предательски. Но в случае с Батькивщиной оказалось, что в списках на изгнание Москаль не один. Что только подтверждает о готовности Тимошенко выстрелить на предстоящих выборах свежими лицами. Вопрос, освежат ли они саму Верховную Раду. От нового состава парламента я не жду ничего хорошего. Это те же самые закрытые списки, это тот же самый очень высокий ценовой барьер. На прошлых выборах в среднем каждый кандидат платил не меньше 2 миллионов долларов, либо за него платили те же самые олигархи, и потом он возвращал. Поэтому высокая стоимость прохождения в парламент будет диктовать его коррумпированность, его подвластность, подчиненность тем же самым олигархическим группам и олигархам. И поэтому свою какую-то оживляющую роль новый состав парламента наверняка не выполнит. То, что выборы скорее всего пройдут по старым правилам, хоть Майдан и грозил революционными переменами, а Порошенко садился в президентское кресло под девизом «Жить по-новому», признает даже спикер Турчинов. Шансов немного, что новая избирательная система будет проголосована. К сожалению, очень сложно в условиях уже стартовавшей избирательной кампании найти консенсус. Найти консенсус невозможно еще и потому, что открытые списки заставили бы партии заранее формулировать свою позицию. Но в Раде привыкли торговаться по ходу. А чтобы не допустить к участию в выборах оппонентов, власти переходят от радикальных погромов оппозиционных штабов к внешне законным судебным разбирательствам. На 4 сентября назначено очередное рассмотрение иска Минюста о запрете Украинской Компартии. СБУ вовсю старается найти доказательства причастности коммунистов к финансированию ополчения Донбасса. Шеф украинской Беспеки уже подтвердил арест лидеров Луганской и Донецкой ячеек, что якобы уже дают показания. Как только свергнутое народом правительство бежало из Киева, сразу же через коммунистические ячейки Луганской, Донецкой областей и в Крыму были применены механизмы передачи наличных денег. Оружие пророссийским сепаратистским организациям. Фактически коммунисты были сообщниками тех, кто организовывал и осуществлял заклад органов власти, устрашение населения. А теперь, когда начались застенки концлагеря и расстрелы мирного населения на Донбассе, коммунисты делают вид, что не имеют к этому отношения. Президиум ЦК КПУ заявляет о применении в отношении похищенных членов КПУ пыток во время допросов и издевательств, угроз расправой над близкими родственниками. В этой связи президиум ЦК КПУ заявляет, что все так называемые показания о причастности Кумпартии и ее руководства к финансированию террористов – это плод преднамеренной фальсификации, санкционированной непосредственно господином Наливайченко. Какие еще разоблачения последуют от Наливайченко, можно не сомневаться. Накануне парламентских выборов главный посыл так называемой партии войны – это ее продолжение. Чтобы не говорил о мире и диалоге президент Порошенко на встрече с Меркель, и даже розы для канцлера, что попали в тон ее делового костюма, не спасли Порошенко от четкой немецкой позиции. Озвученный Меркель уже по возвращении из Украины. Чтобы найти решение, нужно разговаривать друг с другом. Александр Буалецкий, Владимир Канищев, Вести из Киева. Редактор субтитров А.Семкин